Всем привет, это Женялкер, и я начинаю снимать новую часть в рамках Три Великие Династии. Что ж, наконец-то у меня появилось свободное время для снятия выпуска. И я сразу вам хочу сказать, а точнее проинформировать о том, что не верьте тем людям, которые говорят, что в 10 классе вы не будете ничего делать. На самом деле вас будут готовить к этому ужасающему аду, который будет в 11 классе. И да, давайте вернемся к Европе. У нас здесь, наверное, здесь ничего нового, в принципе, в Америках. О, кстати, Шотландия поменьше стала, только Шотландия, да, она осталась в Гренландии, но здесь все вытеснили. Здесь только Кастильцы, и в общем-то больше никто. В Восточной Европе, конечно же, здесь власть Польши, ну а как же еще? И Дания, ой-ой-ой, что же происходит со Швецией и Скандинавией в целом? Да, здесь и Брабан, здесь и Готланд даже, отъел кусочек Швеции. Здесь Великобритания высветилась, да, в общем-то, возвращались немножко на Швеции, ну как, немножко в больших масштабах. И что же у нас тут в Азии? Да, в Азии тоже ничего нового, поэтому давайте не будем терять время и поиграем за свою Польскую Республику. Да, наше государство стало на путь демократии, и никак иначе, будем мы демократичны. Ну, конечно, вот это восстание кубянских националистов мы подавим, их мы сейчас просто расстреляем. И, в общем-то, давайте расстреливать всяких тут неверных повстанцев, неверных с нашим режимом. Да, вроде бы у нас демократия, но вроде бы свободы слова у нас здесь никакой не будет. Поэтому, да, вот так вот жестко, жестко. Но как же иначе? Давайте сейчас начнем войну с Москвой, с Богимием даже может быть, потому что я все-таки хочу начать с кем-нибудь войну. У нас как раз через 4 года повысится стабильность, и сейчас самое главное нам еще накопить магистрата для того, чтобы провести побольше земельных реформ. Чтобы сейчас земельные реформы смогут помочь нашему государству развиться экономически. Ну, понятное дело, по торговле мы не можем развиться, так как у нас минус 0,50 купцов в год, то есть это просто нереально. Так, в Туле какие-то холопы здесь бастуют. Ну, ладно. И астраханские националисты тоже здесь бастуют. Ну, в общем-то, выгнали мы самоглюбчивых монархов из нашего государства, провоскласили Польскую республику, и теперь мы Польская республика, которая, в общем-то, будет воевать сейчас с двумя монархами. Кстати, у Багима уже административные монархи, поэтому... Если бы можно было бы здесь сменять политический режим в стране, то, в принципе, я бы им сменил на административную республику. А у Москвы также деспотия. Вот этих деспотов мы и будем уничтожать. Как раз-то и сейчас объявим им войну. В 98-м году и Астрахань взяли. Ну, да ладно. Ой, взяли, отвоевали. В общем-то, так и надо. Астраханские националисты теперь бастуют в Берши. О, здесь патриот и казахская. Давайте, боритесь за свою независимость. А, казахская рда, кстати, есть. Поэтому извините. Сейчас казахская рда постановится и прежний размер. И, конечно же, я хочу с ней сотрудничать. Но в Европе-3, конечно, сотрудничество с государствами другой веры, получается, как-то не очень. Угу. Один магистрат есть. Копим деньги. Кстати, я уже не помню даже, на что мы копим. Мануфактуры. Кстати, мануфактуры мы можем построить. Но зачем нам всякие мануфактуры, когда мы еще не достроили резиденции коменданта? Поэтому давайте сейчас будем строить резиденции коменданта. Сейчас, в ноябре. Строим, строим, строим. Вообще, в разных местах понатыкаем. Неважно, где самое главное, что они есть. 47, у нас на минус 17. Пойдет, пойдет. Появился здесь злостный мешок с деньгами. Ну и, в общем-то, ладно. Давайте предложим военный союз Дании. А она не хочет. Да, в общем-то, почему-то никто не хочет с нами дружить. Ну-ка. Да, действительно. Нас любит только Бранденбург. Спасибо ему. Спасибо тебе, Бранденбург, что ты есть. А вот денег у меня для тебя нету. Ну ладно. Денега как-нибудь обойдемся. Давайте граним всю независимость. Ярославль. И, в общем-то, скоро близится. Че, не скоро близится, а просто близится война с Московией. Это действительно будет ожесточенная война. Прежде всего для Московии. Потому что она не сможет нам противостоять. У нее даже нет муштыры. Она отстает по технологиям. Хотя мы, в принципе, одной техгруппы. Так, инновации или консерватизм? В общем-то, давайте инновации. Все. Пойдем там расстреляем нескольких нижегородских националистов. Особенно нижегородских. Курский, да? Что у них там, щиток что ли есть? Муром, Рязань. Муром. И тут Нижний Новгород. Да, немножко странно это. Но у нас зато появилась главная магистрата. Поэтому давайте проведем земельную реформу. И, конечно же, сейчас начнем потихоньку повышать содержание нашей армии. Сразу подготавливаемся на войну с Москвой. И, в общем-то, осталось три года. Три года и вспыхнет пламя. Вся Европа погрузится в огонь. Почему вся Европа? Да потому что им там, по-моему, то ли гарантируют независимость, то ли нам они сделали предупреждение. Вот эти вот ребята из Богемии. Вот эти вот наивные ребята, которые думают, что смогут противостоять. Польскому... Блин, так и хочется сказать Польской империи, но нет, Польской республики. Да, жалко, конечно, Польская империя звучала как-то поэпичней. Но, что уж тут. Империи остались в прошлом. Только Турция империя. Но, в общем-то, ладно. Империи остались в прошлом. Впереди у нас демократия. Польша встала на истинный путь и идет по верному пути, как и я считаю. Муромский националист. Ну, Муромский националист, да, и Нижний Новгород, действительно. Ничего нам не наврали эти националисты. Они действительно воевали за Нижний Новгород. Очень интересно. Я думал, Нижний Новгород только здесь бывает. А он, оказывается, вообще... Щитки у него есть и за пределами в Москве. И Баврянск, это изначально литовская провинция. Если начинать свитч от 399 года. И Богемия здесь... Кстати, у них что-то войск маловато. А-а-а! Понятно, где у них все войска-то стоят. Здесь у них правитель еще. Ну, ладно, будем воевать. Будем воевать. Оставляем нынешнего правителя, конечно. Наш нынешний правитель ничем не хуже других. Также развивает производство. Собирает налоги. Проводит земельные реформы. В общем-то, хоть что-то делает. Строит, кстати, еще дороги. Нам же еще дороги точно надо строить. Я понимаю, что чиновники этим обычно не занимаются. Ну, да ладно. Мы сделаем исключение. Бугачар. В Бугачаре теперь есть у нас дорога. Так, морская мануфактура. Отлично. Мы можем строить морские мануфактуры. Но только у нас... А, нет, у нас есть снасти. Что это я тут говорю? Снасти у нас еще есть и в Курляндии, и снасти в армии, и снасти в Западной Померании, и снасти. Поэтому у нас будет как минимум четыре морских мануфактуры. Ну, а там еще посмотрим. Конечно же, больше хочу я сделать упор на военные мануфактуры. Понятно, почему. Хочу развить армию. Ну, и, в общем-то, можно даже еще построить университеты. И авторы предупреждают нас, что они уже совсем здесь все разболтались. Вот, кстати, выставляют войска. Но войска, конечно, мелкие. Но все-таки все равно мне страшно. А вот от этих вот двух тысяч... Ага, там уже десять тысяч. Вон они как поступают. Уже, видите, подтягивают войска. А значит, скоро может быть война. Так. Стойте, ну что там происходит? Патриоты венгерские. Ладно, разобьем мы этих патриотов. Или нет? Не разбили. Ладно. Стягиваем подкрепление. Содержание повышать я пока не хочу. У нас тогда обрушится вся экономика. И мы можем стать защитником Веры. Отличные новости. Но нафиг нам это нужно. Мы и так тут каждый день боремся с разными религиями. То с православием, то с сунизмом. То еще вот здесь вот будет где-то Персия. А, нет, Персия тоже сунизм. Не знаю. Почему-то я думал, что они шеисты. Давай, миссионер, маши руками. Уполняй свою работу. Работу мечты. Махаешь руками, а тебе еще за это и платят. Действительно. Просто шикарная работа. Поэтому давайте еще построим, кстати, резиденции коменданта. Точно. Чем больше резиденций, тем лучше. Сдираем налоги с населения. Так. В общем-то, Польская республика развивается. Все, в Пресбурге всех расстреляли. Будут знать теперь, как бастовать. Уверен, Венгрии больше не будут хотеть своей независимости. Давайте так же сделаем. Отношение к Бранденбургу. Люди возмущены нашим отказом вести войну. Наши люди огорчены отказом вести войны против неверных. Вы что, совсем тупые? Вы тут мирно живете? Вы должны радоваться? Ну ладно. В Киеве фонарчики 15 тысяч. Либо стабильность минус 1. Ну ладно. Уж лучше поговорю, что стабильность упала на минус 1. Чем... Будут здесь фанатики бастовать. Да, действительно. Люди у нас хотят войны. И в общем-то я им устрою войну. Действительно. Я им устрою войну. Пускай подождут еще 2 года. Вот осталось ровно 2 года. Не ровно 2, а где-то через 1,5 уже года. Если едет какой-то колонист. Куда это он едет? Слышь, ты кто? Медицемолинские циннисты. Как бы тебя поймать? Стой. Ты там едешь? Ну? Короче, ладно. А, вот. Колонист державы Московия. Пребудет пункт назначения Нарым. Московия там еще что-то колонизировать успевает. Вот, Нарым. Ой-ой-ой. Московия тут просто огромная. Она уже и в Сибирь лезет. Поэтому ее надо срочно останавливать. Если у нас создастся какое государство, как Россия. Ну, я имею в виду в пределах России. То это нам будет очень плохо. И нас просто разорвут, ребята. Нет. Такого допускать мы, конечно же, не будем. Давайте лучше. Давайте лучше дадим подношение еще и Ярославлю. Давайте дадим подношение еще и Молдавии. И давайте дадим подношение, еще одно подношение дадим еще Бранденбургу. Ибо Бранденбург действительно один из самых важных вассалов. И там, кстати, Австрия воюет с Баварией. Да. Она будет с Баварией, с Аквирей. Ну, в общем-то, ладно. Пускай там воюют австрийцы. Мы здесь начнем свою войну. Сейчас у нас здесь будет огромная война. Просто с Москвой и с Богими, возможно. Еще, я думаю, казальность предупредила. Я точно уже и не помню. Смотреть пока неохота. Ну, в общем-то, действительно, намечается веселая заварушка у нас в Восточной Европе. Минск почистили. Вот так вот. Вот так вот. Вы бастуете, мы вас чистим. Так. Идем в Курляндию. Подтягиваем войска. Уже 97-й год. Естественно. Так, стоп. Где русская армия? Русская армия перемешалась с армией провинциевильно. Ну, ладно. Давайте сейчас всех мы там расстреляем. За два месяца до войны. Надо, конечно, повысить содержание. А то как же. Без содержания воевать здесь. Люди пробуют новые религии. То вы, значит, против новых религий. Теперь вы, значит, их пробуете. Ну, конечно, логичные у меня люди в государстве. Ничего не скажешь. Давайте Рязань верить. Здесь Рязань, Рязань. Это, в общем-то, вот здесь. Да и пускай в Рязани ересь. На окраине нашего государства. Поэтому пускай там пробуют себе новые религии. Ибо я не думаю, что они там пробуют. Ну, что-то уж слишком оригинальное. Если перейдут, то тогда мы их перекрестим. Ну, хотя они, конечно, не должны перейти. Ибо уже век у Транца и Кальвинизма давно прошел. Точнее, вот, подходит к концу. И в Минске у нас опять восстанет. Что же вы будете делать с этими полуцкими националистами? Армия у нас уже стоит там, где нужно. Вот польскую армию я, наверное, тоже переведу на Восточный фронт. Восточный театр боевых действий. Давайте вжмуть. Или лучше Мемель, стоп. Даже не знаю, нет. Давайте все-таки вжмуть всех. Весьма у нас точно проще. Здесь-то наши вассалы. Я думаю, вассалы задерживают вот эту самую главную. Две главные армии богими. Здесь еще, конечно, есть две армии. Но, в общем-то, здесь мы с Ярославлем и своими армиями мы должны управиться. Понятное дело, русская армия у нас будет воевать с Москвой. И давайте гарантируем независимость казанскому ханству. И действительно, хан Абдулла Паша, первый шейбанит. Немножко странное сочетание, но да ладно. Мы будем его оберегать. Так. Будем оберегать этого православного хана. И война с Пирсией. А там патриоты Уральская. Ага. Сейчас, на самом деле, плохо, что казанское ханство перешло в православие. Ибо если бы они были в суннизме до сих пор, то они бы объявили войну Московии. Кстати, вот куда-то Московия двинула свои войска. Видимо, у них что-то совсем дело плохое. Наверное, пришла все-таки Персия и начала их наказывать. Да, это, естественно, нам на руку. Самое главное, чтобы здесь появилась какая-нибудь Персия. Когда-то мы не сможем нанести удар. И, в общем-то, действительно, все. Мы сейчас у нас 1 марта. 1 марта и на подъем. Так, полцкие националисты, вы здесь не борзейте, ибо мы вами тоже занимаемся. Мы вас тоже видим. Так. Да, Московия стягивает все свои войска на восток. Видишь, что у них действительно плохие дела. Судя по тому, что они стягивают туда войска. Но, на самом деле, они еще не ощущают этой угрозы. Исходящей от Польской Республики. И, действительно, о, минус 2 стабильности. Все, можно начинать войну. Давайте, пока уйдем в Полесье. Вот, кстати, в Полесье грамотно пошли полу-польские националисты. Как раз хотел отвезти армию. Так, наушники. Вот, как раз хотел отвезти туда армию. Чтобы она не сразу соприкасалась с богемской армией. Ну, в общем-то, что ж, давайте. Давайте. Поставим еще одну армию в Восточную Пруссию и начинаем новую войну. Ох, ох, заварушка намечается. Ребята. Вы представить себе не можете, что же тут может быть. Но, пока что я жду. Жду, пока с Австрией что-нибудь произойдет. А с ней ничего не происходит. Действительно, она готова воевать. Я просто очень боюсь, и вдруг Австрия на нас нападет. Или даже Турция. Ну, а вдруг. Турция здесь тоже обладает некоторыми. Да, вот, вы видите. Две у них армии сильные. Поэтому они смогут доставить нам немало проблем. Так, в Пресбурге. Не, ладно. Начинаем войну. У нас уже восстание поползли. Давайте. Украинская армия. Где ты там? В Чернигах тебя. Пока что тяну. Тяну я. С началом войны. Но. Это еще хорошо. Давайте. Ну, что там? Перси. Перси или что там? Или просто восстание очередное? Так. Нет, это Сибирь. Не, значит, Перси все-таки может прийти туда. И это хорошо. Она еще выйдет с Мадурайем. Блин, Мадурай-то. Ты, ты. Ты не к месту совсем здесь. Король Мангамальпиевый Сумана. Блин. Хотя, если Московская армия пошла в Сибирское ханство, то тогда мы сможем напасть им в спину. Давайте. Все, нападаем. Плевать. Плевать на все. И Казанское ханство еще. Ну, Казанское ханство вытащило здесь. Давайте. Браунши, Кмекленбург. Все за нас. У нас просто огромная война в Восточной Европе. Создать достойный флот. А, ну, что-то нас все предупреждают. И Богемия, самое главное, еще Богемия же воюет. И вот Селезия. А Селезия тут вообще не к месту. Честно вам сказать. Курляндия восстания. Вот как вовремя прям. Широкая позиция. Конечно, нам нужны кнуты получше. Как же... Кто же богемцев-то будет наказывать? И чем? Конечно же, кнутами надо их калашматить. Давайте. Три армии. Идите вы в Гродно. Одну армию пока поведу я в Вильню. Все. Так, 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 так. О, Ярославль там уже захватил. А мы еще медлен. Так. Пока что все хорошо. Каракуин Лю. Но нет. Надо было им обязательно напасть. Тут и Брана, и Мурка, и Брауншек, и Ярослава, и Ликандар. Ладно. Ладно, потерпим. Конечно, хочу я больше забрать даже не московские земли. А хочу я даже больше забрать земли богими. Вот в Балтике. Так, а что-то богинцы все-таки образумились и ушли. Ушли они. Точнее, обошли вот это восстание в Курляндии. Так. Что это такое у нас, что ли? Содержание забыл повысить. Ну, как же так-то? Сейчас бы всю армию проиграл, и было бы совсем не весело. Так, так. Ну, куда там, Вильна, тысячи идете. Не получится у вас. У нас уже армия восстановилась. Ладно. Давайте разберемся тогда с этой силе Зи. Точнее, как разберемся. Пускай идет туда венгерская армия на место своего назначения. А остальные армии у нас пойдут чистить восстание. Все. Распределение армии завершено. В Минске что у нас здесь? Тысяча стоит. Тысяча не страшно. Идем в Бенден. Здесь и тамбов надо забрать. Ух ты, блин. Ну, как все не прикольно-то выходит. Я-то думал, это будет слишком легко. Но забыл понизить содержание. И действительно, война Рига. Ух, страшно-то как. Целая Рига на нас напала. Ну, это... Зря она так делает. Ибо тут к ней уже выехали несколько армий. Вы посмотрите на этот Ярославль. Просто Ярославль, герой этой войны. Действительно, украинская армия. Давай-ка ты. Лучше будешь подавлять восстание. Сирать. Все. Рутные горы. Тоже все. Давайте. Так, патриоты не дерзко. Что, обошли? Ладно. Пускай. Пускай. Так, ну, когда же вы там придете? Венден. Берем Венден. Белый мир. Нет. Никакого белого мира. Московия лидер Альянса. Вот, если Белый мир, знаете, с Казанским ханством, то я бы еще подумал. Ну, никак не Белый мир с Московией. Московия там сейчас воюет с Персией. Пресбург. Да ладно. Пускай Пресбург. И сразу Рига, Белый мир. Вот как хитрюли. Решили нас обхитрить. Вошли в войну, поразвлекались немного и выходят из войны. Ну, нет. Ребята, вы же уже понимаете свою безысходность. Действительно. И что же сейчас будет? Да, у нас, правда, очень быстро сейчас растет усталость. Это плохо. Сейчас у нас страна просто может развалиться после войны. Война еще Грузия. Рига. Еще Аккуин. Зачем вы все лезете-то? Кочевники. Ну, ладно. Восстание нам зато подавят. И то хорошо. Подолье. Ну, самое главное, сейчас еще от восстаний. Как-то уворачиваться. Так, давай, Рига. Я тебя сразу тогда присоединю. Все равно уже плевать на бесчестие. Никак мы не сможем его вылечить. Либо лечить придется очень долго. Ну, тогда получится просто скучная компания. Так, все. Рига взята. Присоединяем тебя. Что там? Упс. Ты вот чешская. Богемия. Богемия не хочет Белый мир. Ладно. Все с вами ясно. Уходите в Сандомир. Вы чего, ребята? Сейчас целую армию потеряете. Уходите, бегите, глупцы. Они вот как раз таки идут в Моравию. Фук, повезло нам. Ладно, повезло так повезло. Ничего не скажешь? Так, что-то наша армия вообще плохо стала. Воевать. Ладно. А, у нас две армии бездельничают. Конечно. Так, еще одна армия бездельничает. О! Как раз освобождаете минску, повстанцы. Вы в правильном направлении идете. Так, никто не идет в Сандомир? Нет, в Сандомир там никто не идет. Поэтому давайте отсидимся в Сандомире. Сирать, сирать. Что он тут сирать-то сдался? Самое главное, нам сейчас надо вывести Московию из войны. Так. Так, там тысяча. Армия помираний. Польская армия. Польская армия. Давай штурмой. Не теряем ни одного дня. Армия провинциевильна. Вот ты-ты-то мне и нужна. Иди. Иди быстрее. Бери все, что видишь там. В Москве. Ох, затяжная война. Ребята, вы не представляете эти ощущения, когда вот так вот воюешь. Война Австрия. Не, ну это все. Это просто... Надо заключать мир. Какой-нибудь мир. Кстати. Мы же можем здесь что-то забрать. Давайте Вильну попросим. Я не согласна на Вильну. А давайте. Нет, на деньги они не согласны. Ну да ладно. Вильну. Так, Вильну. Все. Сразу с Казанским ханом разобрались. Со всем мы разобрались. Так. Украинская армия. Воюка нам Полесье. Все. Теперь у нас война с Австрией. Плавно перешли мы к Австрии. И армию помирания. Иди-ка ты быстрее. Чтобы мы вот эти вот провинции. Так. Так. Нам как раз таки почистят еще Пресбург. Надеюсь, что у нас на Восточном фронте. На Восточном фронте у нас здесь просто... Это мясорубка идет. Набежали там кочевники. Ну, в общем-то, ладно. Сейчас у нас украинская и русская армия туда пойдут и займутся этим. Так. А пока нам надо все армии сконцентрировать. Точнее, сообразить, где что. Тулы рязанские националисты. Ну, как бы не вовремя-то все. Где там польская армия? Так. Это такая армия провинциевильная. А где польская-то? Стоять. Польская. Ты где? Это украинская. Это русская. А вот она. Вот она, польская. Иди-ка ты сюда быстрее. Здесь не менее тремя армиями надо воевать. Поэтому давайте. Может, кочевники, конечно, нам предложат белый мир, но это вряд ли. Так. Давайте Ярославль. Ярославль правильно идет. На Западный фронт. Состочным я и сам тут разберусь. Священная война Манипур. Ладно. Харьков. О, у нас как раз в Харьков идут. Давайте русскую армию лучше в Тулу отправим. Пускай там травят восстание. И... Армию провинциевильную. Или армию провинциевильную. Все, все, все. Надо быстрее. Одну армию на подавление восстания. Остальные все войну. Все войну. Срочно надо воевать. Так. Нингерская армия тут же еще подходит у нас. Армия Померании. Все. Эпично, конечно. Ничего не скажешь. Нингерской армии не стало. Прямо на наших глазах. Так. И наши вассалы штурмуют. А вот там одна австрийская армия загулялась. Поэтому давайте освобождать наших вассалов. Либо что мы такие. Желобы. Армия Померании. Тут же Нингерская армия. И тут же Польская армия. Но Польская армия пускай идет лучше штурмует. И правильно сделает она. Тюринги, Бюртбург и Бюртенбург. А там еще и другие державы. Ага-ага. Все с вами понятно. Все с вами значит понятно. Давайте. Сейчас я вам здесь всеми займусь. Тут, кстати, наш вассал Кандар. Наверное, он ничего не сможет сделать против трапезунских националистов. Но нам надо вот как-то разбираться с Каракуэнлю. С Аккуэнлю. Ну, скорее всего, это будет вассальный договор. Действительно, мне пригодятся вот эти три вассала. Каракуэнлю, Аккуэнлю и Грузия. Дополнительный доход. Плюс еще. Личное бесчестье, неохота. Ну, хотя, пофиг на бесчестье. Действительно. Что уж тут. Врать-то. Совершенно нам не нужно. Чтобы бесчестье было меньше. Ибо мы его уже никак не восстановим. Даже если возьмем Кабинет Министров, все равно не восстановим. Поэтому даже Кабинет Министров нам брать национал не обязательно. Лучше на 30-м уровне возьмем там прорыв науки какой-нибудь. Так. А вот и австрийская армия здесь развлекается. Давайте наймем одного командующего. Жмуть. Жмуть. Вот и вот и чешская. Жмуть, жмуть, жмуть. Они идут в Москву. Ладно, пускай идут. Каракуэнлю. Держава Польши выплакать 171 монету. Нет. Нет. Что это вы тут распоясались? Вон к вам уже выехали. Вас сейчас расстреляют просто. Бежали бы лучше. О! Брандбург захватил Дрезден. Ну и правильно сделал. Там, конечно же, его щиток. Поэтому, если есть щиток на провинции, то вассал забирает ее себе. А кто не знал. Так, Вюртбург. Надо сначала разобраться. Так, Вюртбург. Давай реально Белый мир. Ну что ты тут кипишуешь? Мне сейчас нужны наши вассалы. Все. Вюртбург вышел. Вот так вот, австрийцы. Ваши союзники сами выходят из войны. Так, а тут у нас с юга, с южный фронт прорвали. Южный театр военных действий как-то трещит по швам. Австрия. Что ж, Австрия. На Белый мир я, конечно, и сам не согласен. Но просто посмотрел, были бы согласны ли они. Так, что ж. Австрийская армия там уже считает свои последние дни жизни. Ибо тут уже подошел и сам Бранденбург. Так. Давайте. Турция предупреждает нас. Вот только Турции тут не хватало. Так. Вы, надеюсь, там армию не потеряете? Нет. Не потеряют. Ибо тут еще Бранденбург. А мы, наоборот, разбили. Ребята, ребята. Идем в Австрию. В Австрию. Быстро, быстро, быстро. Ой-ой-ой. А тут наши вассалы, кстати, все погромили. Кракун-лю, Белый мир. Так. Где вы там? Ну, хпровинчатый. Ладно. Кракун-лю можно оставить. Так. Русская армия. Иди-ка ты в Астрахань. Или в Аланию лучше. Давай в Аланию. Так. Кандар надо освободить. Или не надо? Да не, лучше не надо. Давайте, пускай без Кандара обойдемся. Все. Все. Просто сейчас нам Турция нападет. Поэтому не будем его освобождать. Патриотов Смоленск. Блин, ладно. Армия помирания. Или какая у нас там армия еще есть? Какая у нас там армия пошла? Польская. Польская. Вот ты ничего не делаешь. Ты как бы воюешь, но... Хватит там уже поддерживать. Сейчас у нас... Ну, тут как раз все основные силы потянутся. У нас здесь, да, идет ожесточенная борьба с Австрией. Просто ожесточенная. Вы просто посмотрите на это. Тут Ярославль... Птесался. В тыл. Самый в тыл. Патриоты Греческое. Ну, правда, конечно, никого даже не напрягает. Ну, что здесь флаг Гуртенберга. Ну, да ладно. Переезжаем базов. Никакого флота я здесь не боюсь. Правда, у Турецкого побаиваюсь. Но с Турцией мы пока не воюем. Хиджас основал личную унису Марокко. Ладно, это нас сейчас не волнует. Сейчас нам самое главное завассалили Грузию. И, кстати, кстати. Давайте вот 8 марта прием. Аккуинлю, давай. Тебя мы тоже сейчас завассалим. Так, давайте, давайте. Ангальд. Ангальд нам нужен. Имерития. Трансильвания проиграли. Ух. Ну и войнищие. Странно я сказал. Слово война. Ну, ладно. Вот и война. Вот это война. Просто по всем фронтам. Где кто... Где хотят, там и воюют все. Ну, в общем-то, давайте. Армению забираем. Вот так вот. Напали на нас. Значит, потеряете несколько провинций. И ничего. Так, Грузия. Носализация. И денюжки. Денюжки. Так. Не стоит забывать ИО. Так, где это? Вильню. Провести земельную реформу. Вот. Уже хоть что-то. В Минске проведем перепись пока что. Так, пойдет. Пойдет. Все. Одну армию отправим на подавление восстания. И у нас уже будет 8 тысяч в союзниках. Очень хорошо. И война Турция. Вот этого никто не ожидал. Что ж. Давайте тогда уже заканчивать с этой Австрией. Совершенно она нам тут не нужна. Она на Белый мир не согласна. Ладно. Сейчас они будут согласны на все. Захватим их столицу. И не думаю, что они воспротивятся чему-нибудь. Так, 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 так. А, нет. Они все в Вену идут. Ну тогда и мы Вену. Все. Что с юга нас там прессуют. Данцик. Берите Данцик. Крестовый поход. Во. Что нам и нужно было. Калмыкия. Ну, Калмыкию мы сейчас подавим. И в Кафу. Самое главное сейчас еще в Кафу. Карабах. Все. Берем Карабах. Блин. А я так и не успел заключить военный союз Грузии. Ладно. Зато теперь, если какая-нибудь другая держава нападет, то мы сможем полностью защититься. Так. Все. Все. Турция. А ну-ка подойди-ка сюда. Что там у нас по дипломатической карте? А вы посмотрите. Ну какая-то прям Первая мировая намечается. Если бы еще и Германия здесь воевала, то реально. Небольшие очертания в Восточном фронте в Первой мировой войне. Так. А нас что-то там режут. Режут нас, ребята. Так. Отступай. Нет. Никакого неудобства. Все нормально. Да. Одну армию у нас разбили. Поздравляю, ребята. Это была какая-то там армия. Польская, да? То ли польская. Нет. Польская у нас здесь. Опять что ли померанская. Померанская. Да. Это была померанская армия. Ну что ж. Давайте строить новую армию в померане. По 3000 будем пока строить. Рекруты нам еще нужны. Давайте еще 3000. Все. Такой вот небольшой замесик. Получился у нас. Блин. Самодовольство военных. Да какое самодовольство? Давайте стабильность. Плоднизим на один уж очень я. Не перетерплю такого. Нет. Конечно, все шуточки. Давайте военный союз саквенлю. Все. Обстановка у нас нормализуется. Калмыкия. Все. Так. Астрия. Давай хотя бы белый мир. Нет. Давайте я вам выплачу 25 монет. А они на это не хотят. Ух ты блин. Армию разбили. Сразу самооценка поднялась. Ну ладно. Босмарк они идут. Идите. Идите. Давайте. 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 Тут и брауншейк уже подошел. Трапезунт. Ладно. Сто восстание почистили. Так. Блин. И тут конница. Везде какая-то конница. Как они ее еще содержат? Ну-ну-ну-ну. Проход войск. Где проход войск? О. Все. Проход войск есть. Поэтому давайте лучше отсидимся. Уж Турция очень сильная держава. Я думал. Она не такая сильная. Но. Оказалось что. Она еще сможет дать нам отпор. Ладно. Мы потеряли пока одну армию. И армия провинция вильна. Пускай идет лучше в Ригу. Пока что у нас обстановка с восстаниями стабилизируется. А вот. Со военной усталостью все плохо. Все плохо ребята. Что ж. Идем в Вену. Идем мы в Вену. А там кстати тысяча осталось. Польские претенденты в Риге. Вот уже польские претенденты полезли. И кстати они под слагом Турции. Ну. Ну. Ну как они вообще тогда пошли. За этим претендентом. Не знаю. Ну как их Турция еще уговорила. Так. Что они. Союз есть. Союз. 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 Ну да ладно. Ну да ладно. Сейчас мы их всех там разобьем. Или нет. Нет. Держава Тироль предлагает. Держава Польши выплатит. А что Тироль то? А. Он воюет против нас. Понятно все с ним. Так. Так. Не бойтесь. Не бойтесь. Сейчас мы разобьем этих австрийцев. Щепки. Как они разбили мою армию. Так и я их армию разобью. Давайте. Вы пока там сами штурмуйте. Сами. Руководите. Давайте. Подльяшья. Подльяшья. Западная помирание. Да что ж вы будете делать. Помирание. Ну хотя бы западная. А не восточная. Так. Восточная густар. Всякие тут густар понастроим. Еще побольше даже конницы будем строить. Отныне. Да. Содержать ее будет конечно тяжко. Но. Ну что ж. Что ж. Придется. Так. Австрия. Ну что ж вы там. Согласна на Белый мир. Значит да. А мы у вас давайте заберем. Нет. Пока мы ничего не сможем забрать. Ну вот австрийскую армию мне прям охота уничтожить. Ну-ка давайте посмотрим что же будет. Хотя. Хотя. С этих войн я уже. Получил два вассала. Поэтому я думаю всерьез заняться Турцией. Уж очень она что-то. Начала зверствовать. Давайте. Предложим денюшек. Ой. Мы очень потребуем денюшек. Предлагать мы конечно не собираемся. Все. Мы выиграли войну с Австрией. Конечно. Столько невинных жертв. Но. Ради чего. Да. Ради просто того чтобы развлечься. Австрийскому правителю. Да. Вот такая вот жестокая политика. Вроде бы воевали. Воевали. Здесь такая эпичная война. Столько людей было убито. Но. Ради чего. Ради того чтобы просто выплатить 50 монет польской республики. Да. Действительно. Такой вот фейл. У Австрии. Давайте возвращать свои провинции. Восстанавливать. Конечно. Восстанавливать. Типа 10 тысяч у нас. Может что там рекрутский набор есть. Кстати рекрутский набор. И следующую националку возьму. Уж очень они сейчас нужны. Типа больше рекрута. Так. Давайте наступательных военных мушкетеров. Так 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 так. Где у нас тут московская армия. Она сейчас нам нужна как никогда. Тут миссионер их прогнал. Сказал уходите. Противные турки. И они ушли. Так. Вот такой вот у нас миссионер боец. Да. А вы что думали. Миссионеры только руками могут махать. А вот нет. А вот нет. Миссионеры сами здесь могут прогонять неверных. Ну что ж. Я думаю после таких эпичных войн. Этот выпуск конечно же запомнится надолго. Мне еще придется делать обзор. Но наверное обзор я сделаю. Когда будет мирное время. То есть еще через выпуск. Но. Ладно. Я думаю вам этот обзор толком и не нужен. Вам нужна вот эта война с турками. Да. Повоевали мы с Москвой. Повоевали мы с Богемией. Забрали у них Вильно. То есть это уже достижение. В этой войне забрали мы целую одну провинцию. Война была трудной. То есть воевали мы с Казанским ханством. И с Москвой. И с Богемией воевали. И с Австрией воевали. И с Турцией воевали. И все против нас. В общем действительно эпичная кампания у нас получается. И я думаю пришло уже время прощаться. Поэтому конечно же. Не забывайте подписываться на канал. И ждать новых выпусков. Все. Всем пока.